Эфир канала Настоящее Время. Я Игорь Севрюгин. Здравствуйте. И ближайшие полчаса обсудим главную тему сегодняшнего дня. Российский обстрел Украины. В эти минуты спасатели разбирают завалы разрушенного сегодня отделения детской больницы. Мы показываем кадры прямой трансляции из Киева. Под руинами все еще могут находиться как погибшие, так и раненые. К этой минуте известно уже более чем о 30 погибших и более 150 раненых по всей стране. Данные обновляются. Число жертв может быть больше. Армия России атаковала сегодня Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Покровск, Краматорск. Столица была атакована дважды. Утром под удар попала детская больница и жилой дом. А позже, во время второго удара, обломки ракеты попали по частному роддому. Главные кадры сегодняшнего дня дали без комментариев. Киев, Днепр, 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 Киев, Д О последствиях российских обстрелов расскажет наш корреспондент Борис Сычалко. Борис, здравствуй. Расскажи, куда пришлись удары и что говорят украинские чиновники. Здравствуйте, коллеги. Если верить официальным данным от украинских воздушных сил, всего Россия выпустила по Украине 44 ракеты, 33 из которых сбило украинское ПВО. Однако количество прилетов и жертв настолько большое, что эту атаку можно назвать одной из самых массированных за последние месяцы. Удар пришелся на утренние уже рабочие часы, а не ночные, как это было раньше. Кроме того, в воздушных силах констатировали, что российские ракеты начали оснащаться дополнительными устройствами. Вот, например, радиолокационными и тепловыми ловушками. И летят ракеты на сверхмалых высотах. Поэтому уничтожить их труднее, а угроз от осколков сбитых ракет намного больше. Били российские военные по нескольким городам Украины. В Днепре один погибший и 12 раненых. В Покровске Донецкой области трое погибших. В Кривом Роге удар пришелся по админзданию одного из заводов города. Там 10 человек погибли, 48 человек ранены и больше всего погибших в Киеве. По последним данным, в столице 22 погибших и 65 пострадавших. Но это не окончательная цифра, так как завалы все еще разбирают, а их много. Несколько ракет попали на территорию завода «Артем» в Киеве, остальные в гражданские объекты. Атакой поврежден корпус больницы «Ахмадет» – это одна из самых известных детских клиник Украины. Там погибло двое работников больницы. Во время удара в корпусах находились дети. Поэтому под завалами одного из корпусов до сих пор ищут живых и, к сожалению, возможно, уже мертвых. Дети также находились в детском садике, который также был уничтожен уже в другом районе Киева. Дальше прошу прямую речь. Как минимум двое детей погибли под завалами многоэтажки еще в одном районе столицы. Там от попадания ракеты обвалился подъезд дома. Также семеро человек погибло в роддоме на левом берегу Киева. На него упали обломки дрона, который днем залетел в Киеве. Погибшие люди также есть в офисном здании в Соломинском районе столицы. Это уже правый берег. В верхние этажи этого дома также прилетела ракета. В украинском парламенте назвали целью российской атаки уничтожение гражданского населения страны. И призвали страны НАТО предоставить больше систем ПВО. На сегодняшнее событие отреагировал также президент Украины. Еще утром он написал в Фейсбуке, что мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы положить конец русским ударам. А днем во время встречи с Дональдом Туском заявил, что инициирует созыв совпи за ООН в связи с сегодняшним ударом по Украине. Безперечно, мы все, что зруйнувало эти террористы, мы отновим. И безперечно, мы ответим этим нелюдям из России, нелюдям из России. Каждому, кто постраждал, сейчас надается необходимая помощь. И обязательно, мы должны все работать над тем, чтобы притягнуть до ответственности Россию за террор и Путину за наказы, завдавать удары. В службе безопасности Украины сегодняшний удар по больнице квалифицировали как военное преступление. А завтра, 9 июля, в Киеве и в Кривом Рогу объявили Днем Скорби. Коллеги, вам слово. Борис, спасибо большое. На прямой связи из Киева был наш собственный корреспондент Борис Сычалко. Боря, берегите себя. А у детской больницы в Киеве, на которую пришелся один из ударов, сегодня работала наш корреспондент Юлия Жукова и далее ее репортаж. Это момент попадания российской ракеты по самой большой детской больнице в Украине «Ахмадед». Там находились сотни маленьких пациентов с тяжелыми заболеваниями. Вот первые минуты после ракетной атаки. Все лежали маленькие дети. Все, б**, б**, б**. Ну, ахмадеджи. Русские увалили какой-то херней, что даже в бомбосхолыще начался пожал. Мы потихонечку выходим. Пострадали несколько корпусов больницы, но больше всего отделение токсикологии, где лежали дети на гемодиализе. За моей спиной вы видите отделение токсикологии, куда пришелся, наверное, основной удар. И уже несколько часов спасатели, медработники, просто неравнодушные люди разбирают завалы для того, чтобы найти тех, кто мог остаться внутри. Мы были здесь за 5 минут, как все сталося, и встигло дойти тут поддіатрическое отделение. Среди раненых и дети, и медики. Количество пострадавших постоянно обновляется. Алина – детский хирург. Ее задело осколками в операционной. Врач рассказывает, сколько могло быть детей в момент удара в самом разрушенном корпусе. А это дети с онкологическими заболеваниями. Их эвакуировали из больницы прямо с подключенными аппаратами и капельницами. Мы были в онкогематологии в блоке Б, где, напевно, с ревной волной выбыло векна и стель. Вы встыгли, спуститеся? Встыгло. Мы были в коридоре, потому что готовились до эвакуации в подвал. И именно в момент эвакуации стався выбор. Около пострадавшей больницы десятки машин скорой помощи. Тяжело больных детей перевозят в другие медучреждения Киева. Рядом со спасателями дежурит персонал больницы с медицинскими каталками. В надежде на то, что из руин еще удастся кого-то достать. Во время разбора завалов звучит уже второй раз сирена воздушной тревоги. Была даже слышна работа ПВО, поэтому все вынуждены бросать все и идти в укрытие. После отбоя тревоги становится известно, что был еще один российский удар. Пострадал частный роддом. Как минимум семь человек погибли, трое раненых. Мы на первом поверсе, мы постраждали меньше всех. Мы в кассе тревогу спускались. Это только как раз видно было прием. И сразу после тревоги. Еще один удар России был по многоэтажке в Киеве. Разрушен целый подъезд под завалами люди. С 14-го року Украина страждает от Российской Федерации. Это вообще главное, чтобы дети были живы и их могли бы спасать сейчас. И это только еще одно. А вы не видите, что происходит в Харькове, в Днепре, при фронтовых местах, по Кровску, сюда. Почему никто не может их остановить? Ближе к вечеру из-под завала в многоэтажке достали тела двух детей. Больше 20 погибших. Порядка 100 раненых за один день в украинской столице. 9 июля объявили в Киеве днем траура. Юлия Жукова, Андрей Шури. Настоящее время. Украина. Что о сегодняшней атаке по украинским городам? Говорят, в России узнаем у нашего корреспондента Дмитрия Кожурина, которого приветствую в эфире. Как удары по украинским городам объясняют в Российском Министерстве обороны? Дмитрий, привет. Реакция Российского Минобороны последовала сегодня примерно в половине третьего дня по московскому времени. Там, в частности, говорится о том, что как детская больница Ахмадзет, так и другие объекты гражданской инфраструктуры якобы пострадали в результате работы украинского ПВО. То есть, повторюсь, по версии Российского Минобороны, якобы во всем виновата украинская ракета. Там же утверждается, что российская армия вроде как нанесла удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. А сделано это было якобы в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики. Давайте послушаем. Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки саммита своих покровителей из НАТО. На заявление российской Минобороны также отреагировали так называемые российские военкоры. В частности, Александр Коц написал у себя в Телеграм-канале о том, что это хорошие новости, для победы нужна ежедневная работа. А, например, ведущая пропагандистского канала Соловьев Лайф Юлия Витязева сказала, что мы по детям и больницам не бьем, в отличие от тех, кто ради того, чтобы сорвать ваяж Виктора Орбана, создали угрозу жизни и здоровья собственным детям. Мои коллеги сегодня поговорили с украинским авиаэкспертом Анатолием Ахравчинским. Вот что он рассказал. Из тех видео, которые сейчас доступны, там достаточно четко видно, что это ракета ХА-101. Более того, по осколкам, по номенклатурным номерам, все это подтверждает, что это ракета ХА-101, которая была запущена со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Важным элементом является то, что координаты цели в эту ракету вносятся непосредственно перед ее запуском, и точнее перед установкой на самолет. Тактико-технические характеристики данной ракеты, оглашенные Российской Федерацией, говорят о том, что ракета имеет погрешность не более 10 метров. То есть все показатели утверждают на то, что именно действие, допустим, российских вооруженных сил было нацелено именно на детскую больницу. Форма ракеты, выносной двигатель и дополнительные крылья, оперение крыльев, то есть это все подтверждает то, что это ракета ХА-101. Путин любит убивать детей, вспомните Беслан, вспомните Мариуполь, то есть в принципе. Ну и плюс, опять же, давайте не забывать, что у нас завтра саммит НАТО. Я думаю, что это был целенаправленный удар по больнице, для того, чтобы обратить общественность на то, что Путин не собирается отступать, и он дальше будет делать какие-то российские акты. Это то, что я успеваю рассказать к этой минуте. Игорь. Спасибо большое за тем, какие версии выдвигают российские военные, российская пропаганда, рассказал Дмитрий Кожурин. В Службе безопасности Украины, я напомню, заявили, Россия ударила по больнице Ахмадед крылатой ракетой ХА-101. На месте, по словам представителей ведомства, обнаружили обломки корпуса задней части этой ракеты с серийным номером и фрагмент руля. Аналитики, которые работают с открытыми данными, уже изучили видеоудары и считают, что на кадрах, во-первых, именно крылатая ракета ХА-101, а во-вторых, судя по характеру полета, ее не сбивали средства ПВО. Мы разберем детали. С нами российский военный эксперт Ян Матвеев. Ян, здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки как действительно понять, что это была ХА-101? Ну, во-первых, это просто видно на стоп-кадре. То есть, если внимательно рассмотреть вот эту вот ракету, да, там, конечно, разрешение не очень хорошее изображение, но все-таки узнается и ее контуры в целом. И дальше можно разглядеть небольшой двигатель реактивный, который прикреплен к задней части, и хвостовое оперение, и даже крылья в середине корпуса тоже видно. Там сначала их как будто нет, но ракета немножко поворачивается, и они становятся видны. Просто они летят как бы торцом к наблюдателю. Ян, я все правильно понимаю, это как раз то видео, которое мы вам сейчас показываем нашим зрителям. Да-да-да, да. Второй фактор довольно важный. При полете и на этом видео, и на еще одном видео удара слышен такой вот свист характерный, как раз работа этого самого реактивного двигателя, вот этой крылатой ракеты. У нее двигатель, по сути, ну, если так очень грубо говорить, как у самолета реактивного, просто маленький. Вот. Плюс еще тоже очень важный фактор, это сами повреждения, то есть какие разрушения нанесла эта ракета. Это очень серьезные масштабные разрушения. Мы видим и там на треть, наверное, разрушенный вот этот корпус, токсикологические больницы. Мы видим, что стекла повыбивало практически во всем вот большом корпусе, основном корпусе госпиталя, да, то есть взрывчатки явно там было много, крупная боевая часть. Это я все говорю к чему. Сейчас российские, там, ЗВН-коры, ЗВН-каналы разгоняют историю о том, что это, дескать, ракета комплекса «Назамс» зенитная. Но это совершенно не выдерживает никакой критики. Да, можно нарисовать что-нибудь, да, показать, что вот смотрите, в полете она действительно похожа. Да, но ракета комплекса «Назамс» она несет около 20 килограмм боевую часть. Ее боевая часть в основном состоит из осколочных элементов, потому что эта ракета, естественно, предназначена для сбивания других ракет, самолетов, беспилотников и так далее. В ней довольно мало взрывчатки, она не может создать такие масштабные разрушения, это просто невозможно. Это раз. Второе. Эта ракета очень быстрая, она летит на сверхзвуке, и на этом видео, скорее всего, мы бы даже ее не успели как-то засечь. Да, ну, может, она мелькнула бы совсем коротко одним кадром, и все. Все. Третье. У нее ракетный двигатель, то есть не реактивный, а ракетный, который выпускает пламя позади себя, дым, и, соответственно, это тоже, скорее всего, было бы видно. Ну и последнее. Зенитные ракеты просто так по земле не бьют. Они должны для этого выйти из строя. То есть, да, есть, как бы, мы знаем историю с специально перенаправленными ракетами С-300, которые российская армия использует для ударов по земле. Но, естественно, если говорить о зенитной ракете, она может полететь к земле, только будучи неисправной. При этом она не будет лететь ровно так, как будто она заходит на цель. Это очень странная траектория для нее. То есть, наверное, каждый из этих факторов, ну вот кроме разрушений, можно было бы еще как-то притягивать за уши, да, и говорить, что вот нет, это все-таки зенитная ракета. Но все вместе они дают нам абсолютно четкую картину, что это точно не ракета на ЗАМС. Ну, я не могу представить, какие должны появиться доказательства, которые бы все это опровергали. Это попросту, ну, попросту невозможно просто. Опять-таки, буквально смотря на картину разрушений, я могу сказать точно, что это просто вот падение именно, ну, не падение, удар, да, удар именно крылатой ракеты. Тоже еще важно, да, почему не падение, а удар. Да, потому что, если мы вернемся к тому же видео, где летит эта самая Х-101, она не сбита, она летит не как-то там кувыркаясь в воздухе, не падая, она не горит при этом, да, иногда бывает при поражении с зенитными ракетами эти крылатые ракеты даже загораются. Нет, она летит примерно под углом 45 градусов, то есть так, как она заходит на цель, то есть она конкретно летит к своей цели, да, а цель ее в данном случае это детская больница. Ян, у нас еще минута в эфире, я хотел вас спросить, а по другим объектам чем били, например, по жилому дому? Судя по всему, ну, там нет кадров, я не видел, да, попадания конкретно боеприпаса, но, судя по всему, это все были крылатые ракеты. Сегодня украинские военные отчитывались о сбитии не только крылатых, но и баллистических ракет, возможно, и они там тоже были. Я думаю, что это было все то, что мы видим, вот эти повреждения, это все результат именно попадания российских ракет. Просто атака, видимо, была настолько масштабная, что киевскому ПВО не хватило возможности для того, чтобы сбить прямо все-все-все ракеты. Ян, добавили нам еще одну минуту наши редакторы, поэтому хотел бы вас спросить. Минобороны России утверждает, что обвинения в их адрес звучат потому, что скоро саммит НАТО. А по вашему мнению, зачем России сегодняшний массированный удар по Украине? Я думаю, они продолжают свои акции террора. И как раз таки мы знаем, что российская армия и Путин, в частности, они любят демонстрировать вот такую, знаете, свои возможности, я даже не знаю, в кавычках, свои возможности террора перед какими-то важными... Мы помним, когда ракетная атака была, когда Байден приезжал в Украину, когда Зеленский там с кем-то встречался, когда различные встречи были, и саммит НАТО тоже, по-моему, были атаки, обстрелы. Я думаю, вот ровно поэтому они сегодня и атаковали. Чтобы показать, вот смотрите, Украина беззащитна. То есть это их цель. Именно поэтому и Киев стал целью, то есть столица. Они не пытались найти какие-то важные военные объекты ближе к фронту. Нет. В основном мы видим довольно беспорядочную такую массированную атаку города. Да. Ужасные трагедии. Ян, спасибо вам большое. Это был российский военный эксперт Ян Матвеев. Благодарю вас. Новость о разрушении детской больницы в Киеве в результате российского обстрела на первых полосах мировых СМИ. И ряд западных лидеров уже прокомментировали произошедшее в соцсетях. Наша коллега в Брюсселе Елена Абрамович расскажет о международной реакции. После очередного массированного обстрела Украины, лидеры Британии, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, министр обороны Нидерландов, послы ряда стран делятся в соцсетях осуждением России и обещаниями помочь Киеву. Нападение на детскую больницу в Киеве и многие другие города Украины является доказательством того, что путинская Россия не остановится ни перед чем. Атаки на самых уязвимых непростительны. Я скоро выезжаю на саммит НАТО, где я ожидаю консенсуса в том, что мы все рассматриваем Россию как самую большую угрозу, к которой мы должны быть тщательно подготовлены. Российский террор не знает границ. Теперь трусливое нападение на детскую больницу. Сейчас, когда я только вернулся из Киева, смотреть на это еще больнее. Это усиливает мою мотивацию быстро доставить детали для патриотов и F-16. Нападение на невинных детей – самый порочный поступок, высказался новый британский премьер-министр. «Нет такой черты, которую российские террористы не пересекли бы», – написал президент Литвы. Премьер Эстонии назвала атаку напоминанием о том, почему нужно поддерживать Украину, а российские военные преступники должны быть привлечены к ответственности. Президент Латвии призвал снять все лимиты на использование Украиной западных вооружений, а литовский министр иностранных дел назвал это приветом от Путина саммиту НАТО. Путин передает свое приветствие саммиту НАТО, разбомбив детскую больницу. Как будто нужно какое-то разъяснение относительно того, почему Украина должна иметь всю возможную поддержку сейчас и реальные гарантии безопасности в будущем. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель напомнил, что Украина нуждается в ПВО. А ряд мировых СМИ, как BBC или МОНД, запустили на главной странице рубрику с постоянными обновлениями о ситуации вокруг обстрелов Украины. Елена Абрамович, Настоящее время, Брюссель. В Киеве в эти минуты продолжают разбирать завалы как возле жилого дома, так и возле больницы Ахмаддед, по которой Россия сегодня нанесла удар. Вот показываем вам кадры прямой трансляции, как это происходит. Под завалами ищут как погибших, так и, вероятно, выживших. Ранее утром была информация, что некоторые пациенты, в том числе и сотрудники больницы, могли укрыться в бомбоубежище. И, собственно, сейчас, видимо, спасатели расчищают эти завалы, которые вы видите в прямом эфире, чтобы добраться к этому месту. Ну и появляется также последняя информация, что в Киеве уже известно о 22 погибших и 72 человека пострадали. В Кривом Роге, по данным властей, 10 человек погибли, более 40 ранены, из них 9 человек в тяжелом состоянии. Завтра в городе объявлен день траура. Друзья эвакуировали одну вошку уже с пролетом. Працюем отдалее, дуже багато потерпелих. Возьмите ручку, что-то там. Держу, держу, давайте. Что-то антишоковое, надо уколоть. Где-то полчаса назад наложить. Полчаса. Держу, держу, держу. Стоп! И в завершении эфира к другой новости, новости из России. Западный окружной военный суд вынес с этим вечером приговор режиссерки Жени Беркович и драматургу Светлане Петричук по делу об оправдании терроризма. Шесть лет колонии строгого режима. Преследуют их за спектакль «Финист Ясный сокол». В нем рассказаны истории женщин, которые решили выйти замуж за исламистов и уехать в Сирию. Сегодня прошли прения сторон, а обвиняемые выступили с последним словом. Около часа назад суд признал режиссерку и драматурга виновными. Обвинение строилось на противоречивых показаниях анонимного свидетеля и экспертизах, которые пытались поставить под сомнение сторона защиты. В поддержку подсудимых на заседании выступили известные российские артисты, например, Вениамин Смехов и Ксения Рапопорт. За несколько недель до приговора судебный процесс попросту закрыли от слушателей и журналистов. Свою вину женщины не признали. Снова возвращаемся в Киев. Там продолжают разбирать завалы и в детской больнице, и в разрушенном жилом доме. И кадры, как спасатели достают тело, давайте посмотрим далее. И на этом наш специальный эфир подходит к концу. Все подробности вы можете читать в нашем телеграм-канале. И смотрите завтра программу «Утро», которая расскажет, собственно, последние новости. А это был специальный эфир канал «В настоящее время». Я, Игорь Севрюгин, прощаюсь с вами. Берегите себя. До встречи. Как начали работать, тут стройка начала, я думал, все построят. Чуть уже начали, все построили, все проложили, дорогу тут, дорогу сделали и рейсы поставили. Я думал, все уже начнутся строиться. А что-то не встала работа и все. Символический гвоздь в это полотно 12 лет назад забил президент Путин. С тех пор не построено ни одного из 400 километров дороги, которая должна...